В Чебоксарах сносят металлические гаражи. Чтобы еще раз объяснить горожанам, для чего это делается, какова дальнейшая судьба строений и чью собственность трогать не будут, сотрудники Ленинской районной администрации пригласили журналистов, которым и продемонстрировали всю процедуру. В конце 90-х, в начале 2000-х, возле многоквартирных домов в Чебоксарах стали появляться металлические гаражи. Их ставили в первую очередь для ветеранов войн и инвалидов, чтобы автотранспорт всегда был под боком. И, как это часто бывает, некоторые предприимчивые граждане под шумок прилепили к ним свои, в надежде, что самострой не будет бросаться в глаза. Никаких правоустанавливающих документов у них нет, а у многих уже нет и владельцев. Эти гаражи неоднократно перепродавались друг к другу. В связи с этим у администрации района и у дирекции гаражного хозяйства отсутствует информация о собственнике данных гаражей. А администрация Ленинского района совместно с дирекцией гаражного хозяйства, с отделом полиции, приходится скрывать данные гаражи. Многие гаражи давно превратились в сараи. Никаких машин в них нет, только вещи, причем не всегда нужны. Тест на бесхозность, расклейка объявлений с предупреждением о дате сноса гаража. Если в течение трех месяцев никто в администрацию не пришел и документы не предоставил, гараж скрывают. Сейчас мы все сфотографируем, заактируем, опишем. Гараж мы закроем, опломбируем и заварим. И до каких пор? Ну, я думаю, что подождем около двух-трех недель. Если владелец все-таки не объявится, то материалы будут направлены в Ленинский районный суд для произведения данных гаражей без хозяев. За два года на территории Ленинского района убрано 139 гаражей. Это половина от запланированных строений. Хозяевам гаражей предоставляют новые участки земли. Если же владелец инвалид и у него есть подтверждение постановки на кадастровый учет участка под гаражом, сносить ничего не будут. Если хозяин не объявится, дальнейшую судьбу гаражей будет решать городской комитет по управлению имуществом.